Елена Мыльникова – пчеловод с почти 30-летним стажем. Трудолюбивых насекомых завел ее муж, который на пенсии увлекся разведением пчел. Елена Ивановна сумела влюбить в это полезное хобби всю семью – троих детей и пятерых внуков. Начинали пчеловоды с семи ульев. Сейчас в тенистом саду Мыльниковых 40 домиков для насекомых. В каждом до 70 тысяч обитателей. Елена Ивановна пчелами искренне восхищается. Женщина уверена – людям есть чему поучиться у трудолюбивых насекомых. Август для всех пчеловодов – самая трудоемкая пора – сбор меда. Чтобы достать рамки из улей, необходимо зажечь дымарь. Насекомые будут думать, что начался пожар и покинут насиженные места. Дым от трутовика для пчел совершенно безвреден. По улочкам дымим, пчелки уходят. Видите, смотрите, вот столько много пчелок, они заняты своей работой. Вот здесь гнездо у нас, здесь магазин. В магазине товарный мед – это то, что пчелы отдают пчеловоду за его кропотливый труд. Пчеловоды забирают далеко не весь мед. Около 20 килограммов уходит каждой семье на зимовку. В течение нескольких холодных месяцев насекомые питаются медом. Если пчеловод неправильно рассчитает необходимое количество корма, семья может погибнуть. За лето один улей производит до 90 килограммов меда. Рамки покрыты клейким белым веществом. Его тоже используют в хозяйстве. Полезно все, что производят пчелы. Забрусы. Они вот забрусовали. Специальная восковая пчелопластиночка, которая сами же пчелы и выделяет восковые железы. У них есть такие. Молодая пчелка выделяет восковые железы. И печатают они только зрелый мед. Если мед не созрел, он будет непечатным. Пчелиной семье свои законы. Представители другого улья могут приютить только работающую молодую пчелу. Труднее старых особей они не пустят. Таков естественный отбор. Не попадут в ульи ни осы, ни шершни. Свой дом медоносы очень берегут. Самое важное для насекомых – благополучие матки. Одна королева откладывает до двух тысяч яиц в день. Рабочие пчелы живут чуть больше месяца. Матка – до восьми лет. У них своя иерархия. Есть в них пчелки-сборщицы, пчелки-летные пчела, которые приносят нектар, приемщица. Есть воспитательница пчелок, которая ухаживает за выводом личинок, с которых рождаются пчелки. И у маточки есть своя свита, которую кормит, чистит. Матка ведь никуда не ходит. Она по своим нуждам. Она вот как облеталась один раз, так и живет в улье. В улье поддерживается постоянная температура – 36 градусов. Это оптимально для вывода потомства. Пчелы, кроме прочего, очень чистоплотные насекомые. Пчеловоды относят рамки в специальный аппарат – медогонку. В нее помещается 8 рамок. На выходе – более трех литров меда. Работает аппарат благодаря центробежной силе. Мед выливается на стенки, оттуда в контейнер, пройдя двойное сито. В доме Елены Мыльниковой секреты пасеки знают все. Я работаю на пасеке много лет. Помогаю бабушке и родственникам. И уже привык. С карпатской породой можно ходить и без перчаток, но с сеткой. А с нашими пчелами нужно полностью защититься. Потому что они агрессивные? Агрессивные. Прополис, его производят пчелы, повышает иммунитет. Маточное молочко омолаживает, забрус спасает от простуды. Забрус всегда на столе стоит. Вот вы хотите чай попить? Вам хочется пожевать? Не жуйте риску. Возьмите забрус, он такой же висит в меду. Вкусно и полезно. Пожевете, горло полечится, пищевод есть какие, желудок. То есть мы покажем этот забрус. У нас активизируются все органы здесь и мы его проглатываем. Домочадцев насекомые не кусают. Знают, что они не причинят им вреда. На столе в семье не увидишь сахара, его заменяет мед. Сплошная польза. Я вообще считаю, что мед очень полезен. Я сам его очень люблю, он очень вкусный. Очень часто пихнем чай. Мне бабушка его очень часто дает. Например, когда я болею, в чай замешиваю, чтобы горло проходило. Елена Ивановна восхищает трудолюбие своих питомцев. Чтобы получить одну ложку меда, около 200 пчел должны трудиться в течение целого дня. Поэтому каждая капля тратится только по назначению. Мед в семье по праву называют жидким золотом.